Выпускники колледжа и техникумов будут сдавать демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills, а сам экзамен включат в выпускную квалификационную работу. С таким предложением вышла Миноборнауки страны. Движение с каждым годом набирает популярность и не только задает ориентир для развития национальной системы образования, но и настраивает профессиональные стандарты под запросы экономики. О том, как выбирают молодых профессионалов в нашем регионе. Алена Алешина. Четыре часа десять минут. Столько проводит за станком каждый участник регионального этапа в компетенциях токарной и фрезерной работы. Задания из двух частей. Сначала на компьютере создают чертеж, выбирают режим резкий и необходимый инструмент, после практическая часть. Поблажек нет. За процессом следят эксперты. В роли одного из них лучший фрезеровщик страны самарец Михаил Воронцов. Побороть свое волнение. Это самое сложное, мне кажется, на этот взгляд. Если не будешь волноваться, все пойдет очень быстро. Разберешься с чертежом, будешь все делать сам. Это самое основное. Среди участников представители 11 регионов от Татарстана и Чувашии до Мурманска и Омска свыше 300 человек. Будущие токари, фрезеровщики, сварщики, специалисты в сфере туризма и ландшафтного дизайна и еще трех десятков важных для страны профессии демонстрируют умения на площадках Самары и Тольятти. Для нас это большой практический опыт. Посмотреть, подсмотреть, как занимаются участники в Самаре. Тоже хотим поделиться своим опытом. Зато будем смотреть, куда нам ориентироваться. Сегодня, когда идет серьезный научно-технический прогресс, когда мы получаем новые технологии, когда идут роботы на смену человеку, когда будет освобождаться определенное количество специальностей в стране, в мире, нам нужно прогнозировать будущее, нужно моделировать это будущее, мы должны понимать, какие специальности и профессии будут востребованы в скором времени, а какие отпадут. Стандарты WorldSkills хотят использовать при выпускных экзаменах в колледжах и техникумах. С таким предложением выступило Министерство образования страны. В пилотном проекте приняли участие 26 регионов, в том числе Самарская область. Мы переводим итоговую аттестацию в формат демонстрационного экзамена, где результаты оцениваются независимыми, специально обученными экспертами. И тогда мы получаем внешнюю оценку, и мы получаем и видим, насколько действительно качественно подготовлен выпускник, насколько он соответствует международным стандартам. 37% наших выпускников показали результаты, которые соответствуют медали за профессионализм. Это самый высокий показатель в Российской Федерации. По итогам этого года в копилке региона уже два золота, три серебра и медальоны за профессионализм. Именно тех, кто поборется за награды в будущем году, станут известны в субботу. Финал национального чемпионата пройдет весной. Алена Алешина, Александр Дудко, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова